Добрый вечер, уважаемые телезрители! МВД России по Мирнинскому району, подполковник полиции Иванов Андрей Гаврилович. Андрей Гаврилович, добрый вечер. Добрый вечер. Очень приятно вас здесь видеть у нас в студии. Как я уже сказал, вы для нас гость новый, впервые у нас в гостях. Я так понимаю, это связано в первую очередь с тем, что вы были назначены на эту должность не так давно. Когда это произошло? Назначен 1 февраля текущего года. То есть фактически почти 2,5 месяца. 2,5 месяца. Ну сразу первый вопрос, как произошло вливание в новый коллектив? Какие-то уже, может быть, первые планы работы намечены? Ну могу сказать, что ранее до Якутска я работал в управлении внутренних дел по Мирнинскому району в городе Удачном. Значит, начальником отделения ГАИ с 2007 года был переведен в городе Якутске. И можно сказать, что я... Вы у себя дома практически. Я у себя дома, да. Земля для вас не новая. Хорошо. Ну, сегодня постараемся говорить о многом, о разном. Но не секрет, что при упоминании вообще аббревиатуры ГИБДД, естественно, основная ассоциация – это состояние на дорогах города и района. Ну, собственно, по большей части об этом будем сегодня с вами говорить. Я всегда люблю начинать любые беседы со статистики, чтобы было более предметно о чем-то говорить. Давайте, наверное, сделаем только небольшой срез. Какова вообще статистика аварийности ДТП на дорогах района в разрезе прошлого 2015 года и года уже наступившего 2016? В 2015 году на дорогах района произошло 58 дорожных происшествий, в результате которых 8 человек погибло и 72 участника дорожного движения получили различные степени тяжести. Значит, если сравнить с 2014 годом, то эти критерии все были довольно-таки высоки в 2015 году. Вместе с тем, значит, госавтоинспекции Министерства внутренних дел и в целом руководство Министерства ОМВД по Милинскому району поставили на задачу – это борьба с пьянством за рулем, также по предотвращению детского дорожного штаба, драматизма, и последнее – это вот в соответствии с указом президента Российской Федерации, руководством Министерства внутренних дел, значит, по пассажироперевозкам. Значит, все вот эти вот критерии в 2015 году достаточно были высоки. Вот, вышеперечисленными руководствами, значит, конкретно была поставлена задача перед госавтоинспекцией в целом Министерства внутренних дел о приоритетных направлениях госавтоинспекции в этом направлении. Значит, в этом году уже, да? Да, в этом году. И поставлены ряд задач. Вот, уже подведя итоги первого квартала, мы видим положительные результаты. По каким направлениям? Значит, если взять в целом по дорожно-транспортным происшествиям, значит, в этом году было 11 ДТП, которые вошли в статистическую учетность, в результате которых погиб один, значит, участник, водитель, это на автомобильной дороге Аннабар, значит, от Удачного в сторону Чернышевска. Значит, водитель не справился с руководителем управления, а прокинулся, в результате погиб сам. Вот, и ранено в этом году 16 человек. В прошлом году эта цифра была 8. Погибло за логический период, отчетного периода, 4 погибших. Вот, и ДТП всего было 13. Вот, мы видим, что уменьшилось. Пока идет снижение. Да, пока идет снижение. Что касается по детскому травматизму, то с участием детей в этом году произошло 2. Значит, слава богу, погибших не было. Ранено двое детей. Если взять с прошлым периодом, то эти цифры тоже снижены. Значит, что касается по участию водителей, находящихся в нетерезном состоянии, то в этом году доростапное происшествие не было зафиксировано. Вообще, да? Вообще, да. Это, которые входят в статистическую ученую. Значит, в прошлом году эти цифры тоже достаточно были высоки. Вот, но основными задачами это, конечно, стоит перед нарядами ДПС и целым госавтоинспекцией. Это профилактическая работа путем выявления предоставления надзора за дорожным движением, лиц, которые управляют транспортными системами в нетерезном состоянии. Ну и сопутствующие нарушения правил дорожного движения, такие как скоростной режим, выезд на встречную полосу, обгон и так далее. Значит, наряды все ориентированы, на что конкретно цитировать внимание. И в этом направлении проводится. Ну и одним из, конечно, направлений это через средства массовой информации, пропаганда. Это мощная сила для того, чтобы пропагандировать и доводить до населения, для участников те или иные происшествия, которые происходят, и предупреждение дорожного происшествия. Вот вы сейчас практически озвучили план нашей с вами беседы. Мне вот хотелось поподробнее на этих пунктах остановиться. Мы с вами начали о том, что в 2015 году был довольно высокий показатель аварийности на дорогах. Наверняка вы же не просто фиксируете число, статистики. Вы проводите какой-то анализ, чем это было вызвано. Вот как вы считаете, почему шел такой скачок увеличения числа ДТП? Не связано ли это с тем, что в городе все больше и больше становится автотранспорта? Безусловно, конечно, последнее время. И на фоне того, что в 2012-2013 годы число населения убывало, а в 2014-2015 годы, безусловно, конечно, пришел прирост населения. Ну и вместе с тем и прирост числа зарегистрированных транспортных средств. Все это сказывается. Но анализируя ту работу, которая была проделана, значит, нельзя не сказать, что ничего не было сделано. С учетом того, что была проблема и со штатами всего отдела, значит, был небольшой комплект. Но, естественно, все это сказывается и на нагрузку личного состава, и где-то что-то было упущено. Но сейчас мы все это знаем, поэтому над этим мы и работаем. Опять же, продолжая тему детского травматизма, я хорошо помню в прошлые годы, когда действительно у нас было немало сюжетов, в том числе ваша пресс-служба предоставила информацию о том, что действительно там-то, там-то произошло очередной ДТП, к сожалению, с участием детей. Причина. Какова причина детского травматизма? Это невнимательность, это халатность водителей, или это незнание, неинформированность детей со стороны родителей? Ну, основными причинами, конечно же, это можно перечислить. Значит, первое, это по детским удерживающим устройствам. Значит, зачастую пренебрегают теми правилами, которые должны учесть родитель, водитель, управляющий транспортом, который перевозит детей. И, безусловно, ребенок должен быть в детском удерживающем устройстве. До какого возраста? Вот, значит, оно, детское удерживающее устройство, применимое до 12 лет. Ну, то есть, это всем известно автокресло. Совершенно верно. С ремнем безопасности. Да. Также очень много задают вопросов, а как перевозить грудного ребенка. Да, вот я хотел спросить. Вот, правилами тоже предусмотрено, значит, есть и детские люльки, которые, они приспособлены удерживающими устройствами. Вот, пожалуйста, можно перевозить. Каково наказание сегодня за нарушение? Значит, административная ответственность предусмотрена, значит, за перевозку детей штрафом 500 рублей. 500 рублей. Ну, согласитесь, не очень большой штраф для такого серьезного вопроса. Ну, вот не так давно у нас был сюжет, наши ленские коллеги, корреспонденты делали сюжет о том, как ваши же ленские коллеги провели такую интересную акцию совместно со школьниками, когда учащиеся школы, они составили, написали вручную открытые письма, затем вышли вместе с сотрудниками ГИБД на дороги и буквально раздавали водителям эти письма, ну, буквально с призывом о том, чтобы водители были максимально, предельно осторожны, заведя ребенка на проезжей части. Вот я лично по себе могу сказать, если бы я был водителем, и ко мне подошел ребенок на дороге и сказал бы, дяденька, ну, пожалуйста, будьте осторожны, вот на меня бы это возымело очень хорошее воздействие. Вот здесь у нас в Мирном подобное, ну, в общем, мы сейчас, понятное дело, говорим о профилактике. Вот такие профилактические меры какие-то проводятся с теми же детскими, может быть, учреждениями? Мы такие профилактические мероприятия уже проводили, это в марте месяце, значит, с участием детей раздавали листовки о правилах поведения дорожных, в частности, по водителям, находящимся в нейтренном состоянии. Когда, конечно, ребенок обращается к взрослым, она больше воспринимается взрослыми участниками дорожного движения. И когда ребенок говорит, что это нельзя, оно... Да, вы взрослый понимаете. ...воздействует. Нет у вас такой мысли, чтобы начать воздействовать как-то информационно на самих родителей? Может быть, какие-то совместные собрания проводить в тех же школах? Значит, в рамках проведения профилактических мероприятий, значит, касающихся в начале учебного периода, когда дети только после летних долгих каникул мы проводим с родительскими комитетами, значит, с родителями по поводу, значит, соблюдения правил дорожного движения в учебных заведениях. Также у нас в каждом школьном учреждении заведены паспорта, значит, где конкретно ведутся учет родительских комитетов классии. Вот, и совместно с детьми и с родителями проводятся мероприятия по изучению правил дорожного движения, поведения на улицах и дорогах. Ну вот, опять же, возвращаясь к вопросу о управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, понятно, что это, скорее всего, нубично, наверное, не только Меринского района, всей нашей страны. Какова в этом направлении у нас ситуация? Народ все-таки, автовладельцы, водители начинают понимать, что все-таки нельзя? Или только ужесточением наказания можно хоть как-то достучаться? Я вам сейчас приведу пример, значит, выводы сделаете. Значит, по итогам первого квартала, значит, в 15-м году было задержано порядка около 70 водителей в нетреннем состоянии. В этом году по итогам первого квартала задержано более 170. Почти в два раза. Вот, и тут можно ответить на заданный вопрос. «Меньше пить не стали». Хотя, смотрите, в последнее время все мы видим, что власти активно начали борьбу с такой бесконтрольной продажей алкоголя. То есть все мы видим, что исчезли ларки у нас с улиц города, прекратилась продажа алкоголя во многих стационарных магазинах, ну, как бы это все по всей стране идет. Хотя, вроде бы-то, должны цифры, наоборот, уменьшаться. У нас они, наоборот, повышаются. Вместе с тем, опять же, если я не ошибаюсь, не так давно ужесточилось наказание за повторное нарушение. В этом плане. Значит, за повторность, оно вступило в законную силу в прошлом году, с 1 июля. Значит, данное нарушение предусматривает уже оголовную ответственность, предусмотренную статьей 164. Значит, об уголовной ответственности, значит, за повторность. Если водитель попадается уже за повторное управление, значит, несет уже уголовную ответственность, предусматривает данная статья от 200 до 300 тысяч рублей, или же лишением свободы до двух лет. У нас такие прецеденты были в случае? Значит, у нас такие прецеденты есть. Уже есть решения судебных органов, значит, и люди уже несут ответственность в соответствии с уголовным правом. Это в этом году или в прошлом? Это уже в этом году. В этом году уже были, да. Вот я помню, что в 2015 и в 2014 годах у нас была масса сюжетов именно от таких серьезных ДТП, когда люди управляли машинами в явном нетрезвом состоянии. Причем, насколько я помню, тогда очень много было молодых людей. На сегодня вот каков возраст таких нарушителей? Значит, категория нарушителей, она, к сожалению, на том же планке осталась. То есть это молодежь? Значит, молодежь, да, и несовершеннолетние нарушают правила дорожного движения. Сейчас мы в тесном контакте работаем с комитетом по делам несовершеннолетних и с инспекторами ПДН. Значит, в отношении родителей применяется статья Кодекса аминициативных правонарушений, пункт статьи 5.35. Это уже применяется, применимо в отношении родителей. Какую ему они могут ответственность понести? Санкции я сейчас... Не помню. Ясно, ладно, хорошо. Еще один вопрос хотел затронуть. Опять же, он стоял, насколько я помню, довольно остро, примерно в годах 2013-2014, если мне не изменяет память, это угон автотранспортных средств. Ну, здесь они у нас, понятное дело, были совершены не ради перепродажи куда-то машины, а опять же теми подростками, как правило, из неблагополучных семей. То есть когда машины просто брались на них, кто-то решил покататься, и затем они бросались за территорию города. Сегодня как вообще у нас ситуация с угонами? Имеют место? Если анализировать, то число угнанных транспортных средств по Миринскому району сократилось. Сократилось. Да. Но вместе с тем я бы хотел, пользуясь случаем, обратиться слушателям, гражданам, владельцам транспортных средств. Конечно, нормативными актами не предусмотрена система сигнализации. Но для того, чтобы уберечь собственность, необходимо приобрести и установить. Вот последние события, которые произошли в городе Удачном. Значит, транспортное средство было оставлено в закрытом виде, но с работающим двигателем. Пешеход, значит, воспользовавшись отсутствием владельца в ночное время, значит, разбив заднюю форточку, совершил угон и выехал на угнанное транспортное средство за пределы населенного пункта. Значит, потом сотрудниками ГИБДД был задержан в Сунтарском районе. Вот. Ну, здесь бы, конечно, нужно будет предостеречь, установить вот систему сигнализации. Вот. Ну и принять все необходимые меры для предотвращения уголов. Также есть случаи, владелец автомашины, значит, выходит, покидает транспортное средство, включили в замке зажигания, в машине никого нет, сам в магазин забегает. В этот период, конечно, нарушители, пользуясь этим случаем, значит, угол совершает угон. Поэтому не надо оставлять транспортное средство без принятия мер, соответствующих предотвращение. Ну, здесь справедливости ради, я хочу такой интересный момент добавить. Буквально сегодня прочитал новость, что в Якутске, то ли сегодня, то ли вчера, подросток, проходя мимо патрульной машины ГИБДД, которая приехала на вызов, стояла также без сотрудников, видимо, они куда-то отлучились, тоже с заведенным двигателем, сел, угнал и совершил ДТП на территории одного из дворов. То есть, бывает и такое, что и сотрудники строят свои машины без присмотра. Ну, это к слову. Еще одна тема, опять же, она такой имела наибольший резонанс, наверное, года четыре назад. Сейчас точную дату не скажу. Вот три года назад мы делали большой репортаж по теме служб такси, организации служб такси, о том, как они сегодня работают у нас на территории города, чем они вообще руководствуются, какими нормативными актами, какие правила они соблюдают, какие нет, потому что шло большое количество недовольных граждан, недовольных, вернее, отзывов от граждан, которые были недовольны качеством предоставляемых услуг такси. На сегодня идет такая острая борьба с ними? Значит, есть федеральный закон 69 Российской Федерации от 2011 года. Да, вот с него-то все и началось. Значит, да, и после выхода, значит, есть закон республики Саха-Якутия, значит, она вступила, ее действуют с 2012 года, значит... Он унес, по-моему, существенную поблажь к ней. Значит, там требования какие предъявляемые, значит, юридические или физические лица, значит, при желании занятия данным видом деятельности должны, ну, в нашем случае, в районе, значит, они должны обратиться в многофункциональный центр МФЦ, значит, подать заявление. Значит, требования какие? Значит, первое, это, значит, транспортное средство, оно должно быть опозначено с фотографическими опознавательными знаками, это в виде шашечек. И на крыше должен быть установлен светофой фонарь, да. Далее, значит, водитель со стажем не более трех лет, опытом. Не менее трех лет. Далее, требования к юридическим или физическим лицам, которые занимаются, будут заниматься этим видом деятельности, обязательно техническое обслуживание, предрейсовые. Ежедневное. Ежедневное, да. Ну, вернее, перед каждым рейсом. Да, перед каждым рейсом. И обязательное требование, это медицинское освидетельствование. Также предрейсово. Также, да, предрейсово водителей. Вот, поэтому, значит, в этом требовании, в этих нормативных актах все указано. Я... Значит, с точки зрения, вот, по деятельности госавтоинспекции, конечно же, осуществляется надзор по перевозке пассажиров. Значит, вышеперечисленные требования требуются при надзоре за дорожными движениями, инспекторами дорожного патрульности службы. Ну, и у нас очень много водителей, которые занимаются незаконным перевозком. Частным изглазом. Вот вы опередили мой вопрос, я уже знал, что вы ответили, но все равно хотел вас спросить, все ли соблюдают эти правила у нас? Нет. Нет? Нет, да. Мы последнее сейчас ацентируем внимание по применению части 14.1 в статье Кодекса административного правонарушения. Это часть, касающаяся неправомерной деятельностью представления данных услуг. Значит, у нас есть уже результаты. Поделитесь. Да, на будущее сейчас, конечно же, будем этим заниматься. Значит, на сегодняшний день привлечено и вывели на таких порядке около 20 водителей. В этом году? В этом году, да. Вот. Ну, и в дальнейшем будем продолжать в этом направлении. Вот я, если, ну, вот с точки зрения пассажира, допустим, я в одной из служб такси вызвал для себя машину, машина подъехала, я в нее сел, ну, вот вижу, явно машина не отвечает всем, там, допустим, даже техническим требованиям, может быть, водитель как-то неадекватно себя немножко ведет. Что я вправе у него потребовать? Какие документы? Значит, конечно же, у него должно быть разрешение. В первую очередь. На перевозку? На перевозку, да. Значит, и должен быть в обязательном порядке это сфотографическая окраска. Да. Это те службы, которые уже занимаются легально. Если же эти все отсутствуют, значит, данное транспортное средство, водитель занимается этим нелегально. Ну, при таких случаях, конечно же, надо звонить и сообщать правоохранительному. Вот я и хочу об этом спросить. Если я недоволен и хочу сообщить, куда мне обратиться? 0-2. Звоните. Наряд дорожного патрульной службы отреагирует по данному случаю. Опять же, вы подвели к следующему вопросу очень хорошо по поводу нарядов. После проведенной реформы МВД, все мы знаем, что был существенно сокращен штат сотрудников. Как это коснулось вообще Меринского района? Намного ли сократили? Значит, до реформирования штат отдела ГИБДД было на 20% больше. То есть, пятая часть? Пятая часть. Да. Значит, соответственно, это же, это все сказалось на личный состав. Вместе с тем, что сократилось, требования остались те же. То есть, нагрузка на одного человека. Нагрузка на сотрудников колоссально увеличилась. Вот, поэтому, конечно, здесь есть и плюсы, есть и минусы. Реформа, конечно, она положительно прошла для тех сотрудников, которые по тем или иным причинам не были отстранены от дальнейшей службы в органах. Вот, и, конечно же, сейчас отношение сотрудников само изменилось в выполнении своих прямых обязанностей. Насколько я знаю, ужесточились и требования для вновь прибывших сотрудников, то есть, на приемную работу одновременно с этим. Совершенно верно. Ну, в последнее время, заметно, в последние годы даже, скажем так, заметно, меньше стало патрулей, инспекторов ГИБДД на перекрестках. Все это связано с этим. Или у вас именно количество патрулей остается тем же самым? Конечно, безусловно, она и сказывается. Если взять, вот, до реформы выходило три экипажа. Одновременно? Одновременно, да. То сейчас выходит один. Один. Причем он какую территорию обслуживает? Это же не только город? Нет, это город. А, это только что? Это город, да. Но у нас есть инспекторский состав поселки Айхал, значит, в городе удачный. Значит, сейчас визитное предложение начальникам ОМВД по Миринскому району, значит, мы сейчас подготовили рапорт. Она находится на разработке решения в Министерстве внутренних дел. Дислоцироваться будут в поселке Чернышевск. Значит, и будем также создавать сейчас группу, трассовую группу, которая непосредственно будет по федеральной трассе Вилюй и по автодороге Аннабар. То есть заездами, да, это все будет в будущем. Значит, у нас все, мы штаты оценили, как сейчас комплектование происходит. Приобрели вот недавно только автомашину Нивы, вот буквально недели три тому назад прибыло. Вот, и мы создадим эту группу трассовую, которая будет работать в населенных пунктах и по автодорогам. В поселке Чернышевске до этого опорного пункта не было вашего, да? Нет, раньше было. Значит, до реформирования там предусмотрен был штат. Потом сократили. Потом уже сократили. Понятно. Опять же, в продолжение вопроса, по-моему, в году позапрошлом мы снимали так называемую сплошную проверку в районе Меринского политехнического института, когда стояло несколько патрулей и буквально останавливали почти всех подряд. Проверяли, насколько я помню, тогда на наличие как раз таких детских автокресел. Что подразумевает под собой вот такая сплошная проверка и для чего и когда она проводится массовая? Массовая проверка проводилась по детским удерживающим устройствам и по выявлению водителя не древним состоянием. Что она под себя подразумевает? Значит, массовая проверка – это значит, мы конкретно оцентируем внимание только или по детским удерживающим устройствам, или выявление водителя не древним состоянием. То есть на одном каком-то портку? Значит, это да, это схема порядка несения службы. Значит, выбирается определенное место, значит, ряд сотрудников, ну, к примеру, не менее пяти сотрудников. Значит, и они конкретно, значит, останавливают при нарушении правил дорожного движения и на место отведенного для парковки транспортных средств останавливают. И там, значит, на мелкие нарушения мы оходимся устной беседой. Я помню, да, так и было, да. Значит, для того, чтобы, просто если водитель адекватно реагирует, все, мы провели с ним профилактическую беседу и он поехал. И других вот мы пытаемся выявить, кто вот ездит без детского удерживающего устройства. Или же водитель в нетрезвом состоянии. Вот, например, допустим, если водитель, сотрудник, значит, остановил транспортное средство, за ремень безопасности, ну, допустим, составляет материал, это на составление примерно уходит 10 минут. А в этот период нетрезвый водитель может проехать. Поэтому вот массовая проверка тем и озадачена, что на таких вот, ну, если человек без ремня, ну, и понимает все это, значит, ну, почему бы... Не обойтись устным предупреждением. Ну, возможно, так. Значит, мы в основном, вот при проведении массовых проверок, то константируем внимание или же по детским удерживающим устройствам, или же по водителям выявлений трезвого состояния. Все понятно. К сожалению, время эфира у нас подходит к концу. Не могу не задать логичный такой конечный вопрос. Ну, вы, в принципе, уже немного его озвучили. Каковы планы на год наступивший, 2016, по каким основным направлениям будете вести деятельность? Наверняка за эти два, ну, недолгие два с половиной месяца вы уже увидели, какие основные, какие проблемные места есть у нас. Ну, задачи я уже обозначил. Это пять основных направлений. Первое – это по детскому травматизму проводить работу. Второе – это борьба с пьянством. Значит, третье – это по госуслугам. Значит, четвертое – это, значит, по перевозке маршрут людей, службами такси и междугородных перевозок. Пятый вопрос при этом направлении – это, конечно же, работа по следующим составам. Ну, будем надеяться, что статистика, коль скоро она уже так хорошо началась в этом году, она продолжит как бы снижаться. Будем надеяться. Будем надеяться. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был начальник отдела ГИБДД МВД России по Миринскому району, подполковник полиции Иванов Андрей Гаврилович. Андрей Гаврилович, почаще приходите к нам в гости. Ну, а мы со своей стороны будем также стараться информировать наших граждан о том, чего делать не стоит и как себя вести на дорогах. На этом у нас все. Смотрите нас на телеканале «Алмазный край». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова